Книга не как источник знания, а как арт-объект. Возможно ли это сегодня? В каком случае утилитарная функция донесения вербальной информации отходит на второй план, а сама книга становится отдельным произведением? Такие вопросы поставили перед аудиторией организаторы выставки книготворения, открывшейся в Мастерской современного искусства, шестой этаж. Студенты кафедры текстильного дизайна Ивановской текстильной академии представили, как может выглядеть книга, которую создает не художник слова, а художник ткани и кисти. Современная цифровая цивилизация, к сожалению, предлагает такие безличные формы, знакомство с текстом, как электронные книги, и теряется чувство сделанного вручную, чувство теплоты человеческих рук и вообще сделанности творения. Я считаю, что это довольно большая утрата, которую необходимо восполнить, возможно, в форме вот этих вот книг авторских, сделанных художниками. Представленные на этой выставке проекты рассчитаны на самые разные возрастные категории, но особое внимание художники уделили детям. Свои фантазии они воплотили в иллюстрации и обложки для детских книг. Некоторые из авторов всерьез мечтают в дальнейшем заниматься созданием и иллюстрированием книг для самых маленьких. Я автор серии работ, посвященной детям, то есть это графика для детей. Персонажи моей работы – это звери, это совы, коты, жирафы, слоны, растения. Но мне хотелось создать яркий, удивительный образ для ребенка, чтобы он понравился в первую очередь ему. Помимо иллюстраций и экслибрисов, на выставке представлены дневники, переплеты и постеры. Они выполнены в самых разных техниках и стилях. Некоторые из представленных здесь вещей, они одновременно и информативны, даже не как выражение личного внутреннего мира автора, а как интересные истории или как какие-то образы в словах уже созданные. Когда мы читаем стихи, мы ищем в словах образы. И в то же время это поддержано очень качественным иллюстративным рядом. И вот тогда это становится искусством. Когда и то, и другое совмещается, появляется книга художника. Свои арт-книги представили публике более 20 авторов. Каждое творение – не просто иллюстрированный альбом, а отдельный рассказ, описание переживаний и размышлений художника, не обязательно вербальных. Авторы выставки надеются, что их книги станут наглядной демонстрацией того, что, читая электронные книги, мы теряем гораздо больше, нежели приобретаем.